Сегодня у нас субботнее утро. Первое зима. Да, первое декабря. Это первый день зимы. И у нас радуга такая красивая. Правда, пасмурно. Было бы солнышко, было бы еще ярче. Ну да. Но все равно приятно. Всегда кажется, ну что уже, да? Уже много раз видели, а все равно каждый раз так приятно. Вот посмотрите, она уже рассеивается. Вот этот край ее самый яркий. А другой мы даже не видим, потому что там тучи. Ого, она уже уходит. Да, вот самый низ у нее еще яркий. Прям цвета даже видно. Да, красный, разеный, зеленый, голубой, зеленый. Всем привет. В интервью. Виталий, куда мы приехали? Всем привет. Мы приехали на гору Уммунхун. Уммунхун. Мы сюда поднимались, поднимались, и даже на такой высокой горе есть туалет. Вот, посмотрите, как высоко мы забрались. Вот он, город внизу. Мы, можно сказать, на уровне тучек, облаков, да? Да. Так интересно отсюда смотреть, все маленькое такое. Да, как игрушечное. Ну что, прыгать с парашютом совсем не страшно. Да, и здесь сразу мы оделись. Виталий, куртку-лист. Ну что, открываешь люк, а там Google Maps. Ну ты же не боишься Google Maps? Ну да. Правда. Я вообще пуховик надела. Так холодно здесь на горе. А я надела свитер, потом куртку. Да. Хотя в машине было жарко, солнце нагрело машину. Ну что, пойдемте посмотрим, что же там такое на горе Оманхуб. Туда надо подняться, да? По лестнице. Сейчас. 89, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. 97? Да, этому дереву было больше, чем 97 лет, потому что мы тут еще не наблюдаем чего-то. Ну да. Такая лапка сделана из массива. Региональный. Open Space District, открытое место. И смотри, здесь вся. А это все. Да, сейчас посмотрим. Ну почему все нельзя? Можно хайкинком заниматься. Я сказала, я сказала, вот это все нельзя. А то, что зачеркнуто, да? Да. Курить нельзя, да? Да. Нельзя разжигать огонь, нельзя на транспортных средствах. А куда туда? Вот туда подняться? Три тысячи четыреста фитов. Короче, а с собаками почему нельзя? Потому что здесь водятся горные львы, вон висит обличка. Да. Где? Ну типа собак, чтобы не съели, а людей ладно. Ничего страшного. Видишь, что собака мельче? Да, ему легче, да. Монт-ин-лайн. Как себя вести? Это окружающая среда горного льва. Да, это его среда обитания. Как себя вести? Девочка, я снимаю. Когда ты видишь горного льва, ты должна... Поднять руки вверх. Показать, что ты больше. Выше. Выше. Ребенка ни в коем случае не держать так, а взять его. К себе. Либо за себя. Я на других картинках видела, что за себя и поднять руки. Ребенка за спиной. Можно посадить ребенка на папу и поднять руки. Да, тут есть клещи, потому что... Ядовитый поясок, это ядовитый дуб, да, и всякие эти гады. Горные гремучки. Горные гады. Горные гремучки. Они небольшие. Да. Опасно и реку, где нельзя разжигать огонь. Ну, естественно, пожаров. Там хватило этих пожаров. Здесь вот тоже лавочка, можно посидеть. Поднялись немножко, но так тяжеловато. С непривычки. Вон там паркинг. Идем дальше. Такое чувство, что в небо дойдем. Такой прям рукой подать можно. Ландшафт еще такой. Рукой. Дотронуться до неба. Посмотрите, какой вид здесь. Мама. Мама. Туда. Еще одна лавочка, на которой можно посидеть. Отдохнуть и пойти дальше. Вот эта башня. Какая-то что-то там с военным связано. Какая-то военная, бывшая военная башня. Ее реставрируют. Раньше сюда нельзя было подняться. Было закрыто здесь все. А сейчас это место открыли для посетителей. Вот еще одна лавочка. Видите? Поднялся чуть-чуть. Там какой-то рубеж прошел. Небольшой посидел. Камни естественные такие, природные. Видимо, изначально, как они здесь были, так и лежат по краям. А может, привезли, что вряд ли. Видите? Ограждение, чтобы не проходить сюда. Но здесь мы увидели, что змеи могут быть. Предупреждение о змеях. Пап, пойдем на карту посмотрим. И вот та башня. Мы просто собрание, и мы не стали переодеваться даже. Просто куртки надели, чтобы подтеплее было. Смотри. Ух ты. Да. Дедикателем посвящении в 17-м году. То есть, это вот-вот в том году было, да? Открыли. До этого нельзя было сюда подниматься. Было закрыто, как я вам уже сказала. Смотри на карту, смотрите. Клеб в Санта-Крус, там Монтерей. Здесь Сан-Лорезо-Валли. Это... Бейс-Презерв, Монт-Сайяр, Бэр-Крик, Редвудс, Эль-Серно... Серина. Смотри, Russian Ridge, ОСП. Что такое ОСП? ОСП. Не знаю. Ну да. ОСП. Что такое ОСП? Гора Хамильтон, 4363 фута. То есть, 1330... А мы на ней были, нет? Нет. Хамильтон. А мы вот здесь... Мы же были на Хамильтон, которая... Где этот... Обсерватория, гора. Это она? Это она? Да. Ну тогда, да. Мы тут были. А тут вот высота. Один километр шестьдесят три метра. А та выше, да? Где мы стоим. То есть, мы здесь. А та выше. А та выше. Ну и там мы вообще... Я чуть... Я была за рулем. Мы вам там немножко поснимали. Страху натерпелось. Вид потрясающий. Но обрывы такие, что ты едешь по очне. У тебя правое колесо, кажется, сейчас свалится в этот... В обрыв. Да. Красиво, но доехать туда страшно очень. И эта дорога сюда намного лучше. Намного такая более ровная такая. Где-то очень много заграждений от обрыва, чем та, на которую мы ездили к обсерватории. Там очень много открытых мест. Она прям почти как деревенская. И кажется, что сейчас вот обвал, и все. И полетишь в эту бездну. Кошмарно. Так страшно. Здесь намного проще было доехать. Да-да-да. Мне кажется, что снег пойдет. Смотрите. Да, прям морозный очень воздух. Потрогай мой нос. Это Сан-Хосе Минета Интернешнл Аэропорт. Вот те три полосы. Это НАСА Аэропорт. Ты видишь полосы? Да. А, вижу, вижу, да. А Сан-Франциско Минета Интернешнл Аэропорт, мы не видим. Он за таким выступом невысокий. На видео, наверное, не будет видно. Камера, к сожалению, не передает той глубины, которую глаз различает. А тут то ли озеро, но вряд ли это такой пруд. Да, это озера. Вот там, там. И вот тут два. Вряд ли такие бассейны у людей. Пойдемте. Странно, откуда здесь вода, да, Виталь? Да. Может, правда здесь облако было? Сидело на лавке. Да, будто оно и мокрое. Сидело, потело. От облака мокрое место осталось. Да. И зашлось все, бедное, облако. О, это какой-то пятак. Что это такое? Это для ритуальных там. История этого объекта такова. Здесь раньше была военная база. Вот это. Среди облаков. И они следили. То есть, если что, надо было уведомлять. Ева. На предмет там, каких-то нападений, атак. И потом правительство приняло решение закрыть объект. А военные предложили, наоборот, оставить, сохранить. И спрашивали у жителей тут, в долине. И жители подписали там несколько, короче, тысяч подписей. Что давайте сохраним. И вот сделали его публичным, открытым. Так что можно приезжать гулять. Это калибри. Аннас. Калибри. Хаминберд. Смотри, это что? Так жили индейцы. Хаминберд, это и есть. Коренные жители этих мест. Разновидность калибри. Видишь? Это и малыш. Да, малыш играет. Тут молодые люди играют. У них такие игры были. Женщина заботится о... Сейчас разойдется. Я приехала сюда, у меня было 46%. Всего прошло меньше 10 минут, уже меньше 10. То ли это на высоте, так, то ли может потому, что снимаю. Все уже разряжается. Хочу вам успеть запечатлеть, что смогу, что успею. Поэтому я пошла дальше. Это Алекс с Евой, там остались читать. Увидеть бы горного льва. Мы все мечтали. Хочу посмотреть, хоть издали. Сейчас мы туда посмотрим. Руки мерзнут, как зимой. Прямо аж сковывает. У меня суставы сразу чувствуют холод. Поэтому я вам могу сказать, что я с уверенностью, что варежки не помешает здесь надеть. Холодно. Хорошо, что я пуховичок взяла. Ну, горный лев, выйди к нам. Слышите, какая тишина. Какие-то то ли птицы, то ли насекомые. Такие звуки. Да. Если б не люди, которые подошли сейчас, мы бы услышали больше звуков природы. Да, вот видите, это сама вот эта военная башня. Но к ней нельзя подойти. Может быть, когда-нибудь можно будет, но пока там ведутся работы. Я думаю, что ее просто реставрируют. И потом она откроется для посетителей. Здесь тропа заканчивается, в общем. Такой здесь пятак. Так как бы, ну, кольцевое. Хотя они сказали, что... А, движение туда могут... Мы видели, что здесь едут мотоциклы. Ехали. Заезжали. Кожа на еду. А, давай. Новая жизнь для старой горы. Смотри, это before, during и after. Это сейчас. Да. Это до, это во время, это после. Вот здесь стоял радар на этом здании. Ой, руки замерзли. Даже держать больно как. И внутри него было оборудование вот этого радара. А, вот на этой башне? Да. Было. Потом, когда они упразднили эту программу... Да, вот он как выглядел. Они закрывали все и спрашивали у жителей внизу, да? Я уже говорил. Холодная война, смотри. Во временах холодной войны. Калифония, Невада и Орегон. Вашингтон. Вот тут у вас башня располагалась, радар, вышка. А это значок этого подразделения, которое обслуживало. Вот. И вот эту вышку с радаром демонтировали, да, вот на этом фото. Было, потом пока убирали, и вот как сейчас. Было, убирали, и сейчас. Вот. И тут вот амбары были какие-то. Смотрите, хранила я. Да, это кави и бритаке, аленс. Это аленс хаминбер. О, вот такие вот тут водятся. Тоже одна из разновидностей. Троянтула. 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 Вот он как называется. Тарантула. Золотой орел. Да, потому что он золотой. Бабочки разные здесь. Индейцы. А как они назывались? А вот они и назывались в Монук. А вот еще эта Анна, которую мы видели. Анна. Пойдемте скорее ориен. Хаминбер. Нативпиуплс. Значит, что? Еламу. Котаген. Чигуан. Это кто жили с самого начала здесь? Ламчин. Ничего себе. Ну, какие они. Видишь, Ева были. Теперь жители здесь. Коренные жители. Нативпиуплс. Площадка. Вау. Я вижу гремучую змею. Она тарахтит хвостом и говорит, не подходите ко мне. Я шучу. Сейчас холодно. Я сделала тарантили. Ой, посмотрите, какой потрясающий. Я вижу, что мы в башне. Шучу. Звуки природы, слышите? Какие звуки природы. Все, смотрите, героический поступок. Вообще на краю. Чуть-чуть ближе ко мне можно. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. А сверху, посмотрите, какие облака. Я вас, смотри, как оно. Такими этими. Мелкими-мелкими. Смотришь, разошлась. Я вижу, где мы через нее. Сейчас мы будем уже уезжать. Мы покушали пиццу, которую с собой привезли. Посмотрите, какой вид. Как же здорово. Покушали пиццу. Сразу потеплело на душе. Раскраснелись все такие. В машине кушали. Сейчас еще сделаю несколько фоток. Поедем вниз. Там тепло. Макароны. Внизу. Берри у нас. Что это за город? Интересно, да? Знать бы. То, что мы кружили-кружили вокруг горы. Теперь уже непонятно, что где.